В России полным ходом идет декларационная кампания. Граждане должны отчитаться налоговой о всех своих доходах, полученных в 2017 году, и уплатить налог. Обычно для граждан этот период проходит незаметно, так как налог удерживается работодателем из его заработной платы. Многие даже не задумываются о том, что на этом процесс взаимодействия с налоговой не заканчивается. Подробнее о том, как не остаться в должниках и не заработать штрафные пени, расскажет Любовь Пермякова. Доход – это не только те деньги, которые мы получаем на работе, это еще и прибыль, которую можно получить из других источников. Например, вы продали квартиру, машину или любое другое имущество, торговали ценными бумагами или сдавали в аренду жилье. Все это тоже является источником дохода, которые подлежат декларированию. Заявить о доходах необходимо до 3 мая текущего года. Обязанность лежит на тех, кто получил доход, такой, как реализация имущества, которое принадлежало менее 3 лет, допустим, если было приведено до 1 января 2016 года или менее 5 лет, до 1 января. После 1 января 2016 года, если было приведено, если получил выигрыш или подарок, более 4 тысяч рублей получил подарок от неблизкого родственника и на доходы, которые должны быть и числены, и уплачивать налог на доходы физических лиц. Кроме того, обязаны в срок до 3 мая подать декларацию и лица, занимающиеся частной практикой. Это нотариусы, адвокаты и индивидуальные предприниматели. Налог, как и физлица, они должны уплатить до 16 июля текущего года. За неисполнение требований по налоговым обязательствам существует ответственность. За непредоставление декларации это штраф в размере от 5 до 30% от суммы, подлежащей уплате, но не менее 1000 рублей. А за неуплату налогов – 20% от неуплаченной суммы налога. Декларацию можно заполнить, отправить непосредственно, то есть принести непосредственно в инспекцию, через почту России, собственно, вложение заполнить. Можно скачать декларацию в личном кабинете оплательщика и заполнить декларацию. А можно заполнить и отправить онлайн в личном кабинете. Если есть усиленная неквалифицированная электронная подпись, получить ее также можно в личном кабинете оплательщика. Если у вас возникли вопросы по заполнению налоговой декларации, вам помогут специалисты в рамках проведения дня открытых дверей, которые пройдут 23 и 24 апреля с 9 утра до 8 вечера. Инспекторы ответят на вопросы горожан по уплате транспортного, земельного и имущественного налога. Также граждане смогут узнать о иных задолженностях и льготах на их уплату. Чтобы получить консультацию, необходимо иметь при себе паспорт и документ, который может подтвердить ваши льготы. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, Телеканал Север.